Подводя итоги прошедшего года, можно отметить, что краснокамцы в 2016 году потрудились достойно. Экономика района устойчиво развивается, реализуются инновационные проекты, поступающий в бюджет дополнительных доходов направляется на развитие социальной инфраструктуры, благоустройства населенных пунктов. Положительные результаты решения конкретных вопросов достигнуты благодаря тесному взаимодействию с депутатским корпусом, главами сельского поселения, руководителям предприятий и организаций, упорному труду и инициативам наших жителей. Основные приоритеты деятельности администрации района в прошлом году были направлены на повышение качества жизни граждан. Одной из первостепенных задач была реализация мероприятий адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. В 2015-2016 годах в селе Никола-Березовка введена эксплуатация 2 трехэтажных дома на 75 квартир. Всего из аварийного жилья переселено 159 человек. Вторым важным этапом работы было обеспечение льготной категории граждан бесплатными земельными участками. По району 257 семей или 50% стоящих на учете бесплатно получили земельные участки. Сюда относятся многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, работники бюджетной сферы и нуждающиеся в улучшении жилищных условий. В прошедшем году завершено строительство магистрального газопровода Новокабаново-Саузбаш-Саузова протяженностью 21,6 километра, что позволило обеспечить голубым топливом жителям двух населенных пунктов Саузова и Саузбаш. В рамках федеральной сельевой программы устойчивого развития сельских территорий проведена работа по строительству газопровода селах Новокабаш и Суснур. Таким образом, благодаря проведенной последние годы работе в районе негазофицированными остаются лишь малосисленные населенные пункты и вновь построенные улицы. Районный бюджет 2016 года по доходам выполнен на 732 миллиона рублей 101% к плану. Уделенный вес собственных доходов составил 38% или 279 миллионов рублей 102% уточненного плана. 153 миллиона поступило от налога на доход физических лиц. Расходная часть бюджета исполнена на 736 миллионов рублей. Из всех расходов больше всего выдалено на образование 390 миллионов или 53% на культуру 61 миллионов рублей, на социальную политику 45 миллионов. Своевременно были профинансированы расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в объеме 66 миллионов рублей, это 9% от общих расходов. 2017 год объявлен годом экологии и особо охраняемых природных территорий. Предстоит реализовать важный для района проект, речь идет о рекультивации полигона ТБО села Никола-Березовка и создании эффективной системы обращения с бытовыми отходами путем приобретения оборудования для дробления крупногабаритного мусора. В целях улучшения качества жизни на селе, совместного решения актуальных проблем сельских поселений и привлечения дополнительных финансовых ресурсов району успешно реализуется проект «Реальные дела» и программа поддержки местных инициатив. Благодаря реализации этих проектов были построены и отремонтированы 59 объектов сельских поселений района. Последние годы по результатам работы в отрасли сельского хозяйства наш район находится в первой десятке среди муниципальных районов республики. По итогам 2016 года мы очередной раз награждены дипломом первой степени правительства республик Вашкорстан за достижение высоких показателей в сельскохозяйственном производстве. По итогам 2016 года сельхозтоваропроизводителем района произведено воловой продукции на сумму 2,4 млрд рублей, что составляет 108% к уровню 2015 года. В целом по району произведено более 35 тысяч тонн молока, что на 1600 тонн выше уровня предыдущего года и около 5000 тонн мяса больше на 900 тонн. Сохранено на уровне прошлых лет поголовье скота. Аграрные отрасли района в последние годы претворяются в жизнь крупные инвестиционные проекты. Успешно ведет свою деятельность ООО «Кармановский рыбхоз». В прошлом году на предприятии возобновили производство форелевой икры. Продолжает расширяться общество с ограниченной ответственностью агромен, которое имеет значительный потенциал для экономического роста района. В 2016 году на птицфабрике произведено и реализовано более 21 млн штук яиц. Постепенно набирает обороты тепличный комплекс ООО «Сабантуй». В 2016 году здесь выращено и реализовано более 180 тонн огурцов, более 15 тонн томатов. Предприятие в 2017 году планирует расширить площадь тепличного хозяйства на 1 гектар, что позволит создать 10 новых рабочих мест. За 2016 год в районе введено более 12 тысяч квадратных метров жилья. Построен 141 индивидуальный и один многоквартирный дом. В рамках реализации жилищных программ республики 10 семей получили финансовую помощь на опцию суммы более 8 млн. рублей. В прошедшем году значительно укрепилась материально-техническая база медицинских учреждений. Проведена работа по реконструкции психотерапевтического отделения, ремонты поликлинического отделения в селе Никола-Березовка, в трех фельдшерско-акушерских пунктах на общую сумму более 6 млн. рублей. В рамках проекта повышения доступности амбулаторно-поликлинической помощи населения путем реорганизации работы поликлиник в фельдшерско-акушерских пунктах и кабинетах врача в общей практике заработала система отдаленной диагностики. В прошлом году значительно укрепилась материальная и техническая база образовательных организаций. Выполнена работа по реконструкции крыш Шушнурской средней школы детского сада номер 1 село Никола-Березовка. Произведен капитальный ревод в детском саду и основной школе село Никольское, детском саду село Нового Нагаева. Финансирование поступило из республиканского и местного бюджета в сумме 7,5 млн. рублей. Вызывает чувство гордости, успехи краснокамских спортсменов, которые 12 лет подряд являются абсолютными чемпионами республиканских сельских спортивных игр в группе с населением до 32 тысяч человек. Седьмой раз в общем засчете среди 42 районов. В прошлом году в селе Куянова состоялось торжественное открытие первого многофункционального сельского дома культуры. Культурный центр включает в себя модельную библиотеку, музейно-выставочный комплекс, хореографические и вокальные классы, тренажерные и зрительные залы, детскую игровую зону и кафе, зону отдыха. В 2016 году в районе произошло еще значимое событие. Историческое счастье села Никола-Березовка торжественно открыли мемориальную доску, посвященную памяти наших земляков-метростроевцев. Продолжение следует...